Alfa Romeo анонсировал первый автомобиль с NFT. SpaceX показала, как будет выглядеть полет Starship на Марс. Обломки сгорающих в атмосфере спутников Starlink сняли на видео. Обо всем этом и многом другом далее. Меня зовут Андрей, вы на канале Instarding Новости. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Alfa Romeo представил новый кроссовер-гибрид Tonale. Это будет первый в индустрии автомобиль, который получил сертификацию блокчейна NFT. Во время презентации глава отдела маркетинга Alfa Romeo Франческо Калькара рассказал, для чего нужен невзаимозаменяемый токен на данном автомобиле. По его словам, на основе записи данных о техническом обслуживании у сертифицированных дилеров будет генерироваться сертификат NFT. Токен будет поддерживать остаточную стоимость модели, поскольку мы первыми на рынке внедрили эту технологию нового поколения, заявил Калькара. Гибридный кроссовер сочетает в себе бензиновый двигатель для передних колес и электродвигатель для задних. Все версии автомобиля дополнительно оборудованы голосовым помощником Amazon, а также фирменными сервисами Alfa Romeo для отслеживания состояния автомобиля в реальном времени, а также навигации и подключаемых услуг MyWiFi и MyAlert. Американская компания по автомобильным перевозкам Nightswift, обладающая крупнейшим в стране парком грузовиков, объявила о сотрудничестве с разработчиком технологии автономного вождения Embark в рамках программы Truck Transfer Program. Как сообщается в пресс-релизе, впервые в стране перевозчик будет напрямую владеть и обслуживать грузовики, оборудованные технологией автономного вождения Embark, что позволит компании в полной мере оценить ее преимущества. В рамках сотрудничества компании будут получать от обычных водителей подробные отзывы о возможностях технологии, что позволит найти пути улучшения работы системы автономного вождения. Также компании планируют разработать процедуры и инструменты, которые позволят Nightswift обслуживать, инспектировать, осуществлять экспедирование и удаленно контролировать грузовики, оборудованные технологией Embark. Первые автономные грузовики будут поставляться к концу 2022 года. SpaceX опубликовала ролик о Starship и Super Heavy. Ролик стал частью крупной презентации обновления Starship, которая прошла буквально несколько дней назад, на территории Starbase в Техасе, где сосредоточены все основные работы по проекту. В своем выступлении Илон Маск анонсировал переворот в космонавтике. Запуск в серийное производство Starship и Super Heavy позволит драматически для конкурентов снизить стоимость запуска тяжелой ракеты грузоподъемностью 100 тонн до 10 миллионов долларов, то есть до 100 долларов за килограмм. Достичь этой цены Маск намерен уже через 2-3 года. Успешное создание полностью возвращаемой системы Starship позволит SpaceX произвести настоящую революцию в освоении космоса. Если все пойдет по плану, серийные корабли Starship смогут отправляться в космос каждые 6-8 часов, то есть трижды в день при этом каждый из них сможет поднимать на орбиту за сутки 300 тонн полезного груза. Ракету Super Heavy и вовсе можно будет использовать почти ежечасно. Заправил, запустил и так по кругу. Это прорыв, который фундаментально важен для смены курса развития человеческой цивилизации в сторону межпланетного вида, заявил Маск в четверг. Всего он планирует построить тысячу кораблей Starship, которые понесут людей и грузы на Марс, где будет создана автономная колония. По его прогнозам, астронавты доберутся до этой планеты уже скоро, в ближайшие 5 лет. А город для колонистов он планирует построить к 50-му году. С 6 по 9 февраля в ночном небе были замечены обломки космических аппаратов SpaceX. Один падающий спутник Starling сняли на видео над Пуэрто-Рико 7 февраля. Яркое шоу метеоров попало на камеру некоммерческой организации Карибское астрономическое общество. Сотрудники станции слежения сообщили, что сбитые 4 февраля геомагнитным штормом аппараты интернет-системы Starling небольшие, поэтому мало что долетит до Земли. Последние 49 спутников SpaceX запущены 3 февраля, но около 40 из них пострадали от геомагнитной бури. Космический шторм увеличил плотность атмосферы Земли, аппараты не смогли выйти из безопасного режима и набрать нужную высоту, поэтому начали входить в атмосферу. И еще одна новость, связанная с компанией Маска. Компания Launcher подписала со SpaceX контракт на еще 3 запуска орбитального буксира Orbiter ракетой-носителем Falcon 9. Космический аппарат Orbiter предназначен для развертывания кубсатов и других малых спутников, а также размещения полезной нагрузки сроком до 2 лет. Аппарат может нестить до 400 килограммов полезной нагрузки и развивать дельта-скорость 500 метров в секунду. Орбитальный аппарат оснащен химической двигательной установкой, в которой используются ракетные топлива на основе этана из акиси азота. Роскосмос впервые показал прототип робота нового поколения Теледроид, предназначенного для выполнения задач в открытом космосе. Его можно будет использовать как аватар, а кроме того, предусмотрен автономный режим. Визуально он похож на человеческий торс. Робота можно использовать как аватар, проще говоря, он будет копировать движение оператора в специальном костюме, который может находиться как на борту МКС, так и в центре управления полетами. Некоторые операции Теледроид сможет выполнять сам. Теледроиду удастся сократить время пребывания людей в опасной среде. Он не только обезопасит членов экипажа станции, но и высвободит человеческие силы для решения других задач. В широком смысле Теледроид позволит отрабатывать технологии для освоения Луны и Марса в будущем. В прошлом выпуске я рассказывал вам о некой прорывной технологии от компании Sony и ее партнерах. На днях они раскрыли новые подробности. Прорывной технологией оказался искусственный интеллект SOPFI. Его добавят в Gran Turismo 7. SOPFI представляет собой сверхчеловеческий искусственный интеллект, который может гоняться на соревновательном уровне с лучшими в мире пилотами Gran Turismo. Борьбе колесо в колесо с реальными людьми SOPFI учили в Gran Turismo Sport через систему глубинного обучения с подкреплением по трем направлениям. Контроль над машиной, тактика и гоночный этикет. Канадский стартап Infidium Power заявил о создании пассивной системы охлаждения дата-центров, способной генерировать электричество за счет тепловой энергии, отдаваемой серверами. Компании считают, что подобная инфраструктура способна наполовину снизить затраты на работу ЦОД благодаря особому механизму воздушного охлаждения. Однако не все так просто. Система использует специальные контейнеры и низковольтные умные генераторы постоянного тока. Контейнеры представляют собой колокообразную камеру, в которой узлы расположены в стойках круглой формы. К камеру засыпается холодный воздух, который нагревается, проходя через радиаторы серверов, и вытягивается через верхние отверстия, приводя в движение роторы мини-турбин, генерирующих электричество. То есть принцип в целом тот же, что у обычных дымоходов и печных труб. По словам создателей, их решение избавит от необходимости в организации сложной охлаждающей инфраструктуры в ЦОД, и даже установки резервных генераторах. Спасибо большое за просмотр, не жаляйте своих мощных лайков, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Также подписывайтесь на все наши полезные ресурсы, ссылки вы найдете в описании. Ну и на этом я с вами прощаюсь, желаю всем отличного настроения, увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok